Королева Волчица Королева Волчица Солитюда была удалена от двора. Двернувшись в свое королевство, потема начала плести заговор, приведший к восстанию, названному в хрониках «Войной Красного Алмаза». Все союзники, которых она собрала за годы правления, недовольные короли и знатные лорды, соединили с ней все свои силы в борьбе против новой молодой императрицы. Первые удары, нанесенные по империи, были успешны. Имперская армия была атакована в Скайриме и северной части Хайрука. Потема и ее единомышленники распространяли восстание как чуму по всему Тамриелю, везде поднимая бунты и учиняя беспорядки. Осенью того же года верный законной власти герцог Гленпойнта, что на побережье Хайрока, попросил срочной помощи у имперской армии, и Кентира, желая поддержать дух своих подданных в борьбе против королевы Волчицы, сама повела войско. Третья эра, 121 год. — Мы не знаем, где они, — сказал герцог в глубоком недоумении. — Я разослал вокруг разведчиков. Можно только предположить, что они отступили на север, узнав о прибытии вашей армии. — Мне неприятно говорить об этом, но я надеялась на битву, — заметила Кентира. — Я хочу насадить голову моей тетушки на пику и шествовать с ней по всей империи. Ее сынок Уриэль и его армия находятся прямо на границах имперской провинции, насмехаясь надо мной. И как им удается так успешно вести бой? Они действительно так хорошо обучены? Или мои подданные попросту меня ненавидят? Она очень устала от бесконечного путешествия по раскисшим дорогам империи этой осенью и зимой. При переходе через горы Драгонтейл ее армия напорвалась на засаду. Страшная пурга в тихом двиннене, славным своим мягким климатом, оказалась настолько неожиданной и жестокой, что не оставалось сомнений. Ее наслал один из магов, союзных по теме. Куда ни посмотри, везде было заметно ее влияние. А теперь шанс схватиться с ней лицом к лицу неожиданно исчез. Императрица теряла самообладание. «Это всего лишь страх, простой и незамутненный», — сказал герцог. «Ее главное оружие». «Я хочу задать вопрос», — произнесла Кентира, надеясь, что переход на другую тему позволит ей скрыть тот самый страх, о котором помянул герцог. «Вы видели ее армию. Правда ли, что она включила в состав войска нежить?» «Нет, вот это как раз неправда. Но она старательно распространяет подобные слухи. Она любит атаковать ночью, частично по стратегическим соображениям, а частично для того, чтобы усилить атмосферу страха. У нее нет, насколько мне известно, никакой сверхъестественной поддержки, кроме обычной для современной армии клинков ночи и боевых магов». «Ночью. Всегда ночью», — задумчиво проговорил Агентира. «Быть может, она делает это еще и для того, чтобы ввести противника в заблуждение относительно истинной численности ее армии. И, конечно, чтобы выйти на заданные позиции до того, как ее армию заметят», — добавил герцог. «Она мастерица по части скрытной подготовки к нападению. Когда вы слышите топ от ног на востоке, можете быть уверены, что она занимает стратегическую позицию к югу. Но, моя императрица, мы можем обсудить это все и завтра утром. Я приготовил лучшие комнаты замка для вас и вашей свиты». Кентира проследовала свою башню. При свете луны и одинокой сальной свечи она начала писать письмо своему будущему мужу, лорду Маделлусу, который находился в столице. Она надеялась, что венчание состоится этим летом, в Синем Дворце, который так любила ее бабушка Квинтила. Но война могла расстроить все планы. Изредка, отрывая глаза от письма, она смотрела во двор на деревья. Зимние, холодные, лишенные листьев. Двое ее охранников стояли у входа на парапете всего в нескольких шагах друг от друга. «Прямо как Маделлус и я», – подумала она и поспешила занести эту метафору на бумагу. Стук в дверь прервал ее поэтические экзерсисы. «Ваше Величество, письмо от лорда Маделлуса», – сказал курьер, передавая ей бумагу. Записка была короткая, и она прочитала ее быстро еще до того, как курьер ушел. «Странно. Когда это было написано?» «Неделю назад», – сообщил курьер, – «он сказал, что это срочно и должно быть доставлено, пока он мобилизирует армию. Думаю, они уже покинули столицу». Гендира отпустила Генца. Маделлус упоминал письмо от нее с требованием срочной мобилизации армии и прибытия к Гленпойнту для участия в битве. Но битвы при Гленпойнте не намечалось. Да и прибыла она только что. Кто же написал письмо, подделав ее почерк, и кому могла понадобиться вторая армия в Хайроке? Из окна потянуло холодом, и Гендира подошла, чтобы прикрыть его. Охранников на парапете уже не было. Услышав неясные звуки борьбы у одного из мертвых деревьев, она перегнулась через подоконник и не слышала, как открылась дверь за спиной. Когда она повернулась, у входа уже стояли Патема и Ментин, герцог Гленпойнта, с солдатами. «Вы тихо ходите, тетушка?» Сказала она после паузы. Она повернулась к герцогу. «Что заставило вас презреть свою верность Империи? Страх? И еще деньги!» Просто ответил герцог. «Что случилось с моей армией?» Спросила Гентира, стараясь смотреть по теме прямо в лицо. «Неужели битва уже окончена?» «Ваши люди мертвы?» Заулыбалась Патема. «Но в битве не было необходимости, их просто тихо перерезали поодиночке. Еще будут битвы против Маделлуса в горах Грагантейл и взятия Имперского города. Я буду сообщать вам о ходе войны. И я буду вашей заложницей?» Спросила Гентира, внезапно похолодев от мысли о твердом камне Высокой Башни. «Проклятие! Я ведь ваша императрица! Но посмотри, моя девочка! Я делаю тебя из третисортной правительницы первосортной мученицей!» Похлопав ресницами, сказала Патема. «Насколько я понимаю, благодарности ждать не приходится». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok